Он не любит, когда СМИ в новостных статьях путают его малую родину. Мечтает попасть на зимнюю Олимпиаду, а в свой единственный выходной предпочитает лежать на диване. Все это об Александре Терентьеве. Чемпион мира среди юношей по лыжным гонкам приехал в Нарьенмар. Сегодня многообещающий спортсмен стал гостем прямого эфира на радио Север-ФМ. Александр подвел итоги минувшего сезона, а также рассказал о планах на предстоящий. С молодым лыжником из Ненецкого округа пообщался и Олег Хатанзейский. Всем привет еще раз. Продолжаем прямой эфир. И как и договаривались, наш гость, которого мы так долго ждали, но мы с Ваней точно очень долго ждали, я думаю, что и вы тоже, для всех это сюрприз. У нас в студии победитель первенства мира Александр Терентьев. Ура! Он скромно ответит на вопросы ведущих и точно так же скажет спасибо за пожелания от радиослушателей, а потом признается, работать в прямом эфире крайне волнительно. Впрочем, с выходом на старт это, конечно, не сравнить. Свои 19 Александр Терентьев – чемпион мира среди юниоров. В его возрасте – одно из высших достижений. В Нарьенмар перспективный лыжник приехал не случайно, говорит, соскучился по дому и родителям. А тут еще и отпуск двухнедельный выпал. Грех не съездить. Мы знаем, что ты тут давно не был, тебя практически невозможно было поймать. Вот как давно тебя здесь не было? Ну, я приезжал в феврале, но так только на два дня. Два дня заехал, вещи лишние оставил и уехал дальше. Тебя родня-то вообще видает? Ну, я им звоню по скайпу, по ватсапу, мы звоним друг другу. В Нарьенмаре Александр снова выйдет на лыжную трассу. На ту, с которой началась его блестящая спортивная карьера. Еще школьником он впервые стал участником официальных соревнований. Это были традиционные гонки северного сияния. Занял третье место. Именно тогда и заметили его талант. Дальше больше. Награда за наградой, регулярные сборы, изнурительные тренировки и огромное желание стать лучшим. Не заставили себя долго ждать. В 2016-м лыжник попал в состав юниорской сборной. А через год выполнил нормативы мастера спорта. Сейчас моя цель – это очень хорошо выступать на Кубке мира. В следующем году будет очень много Кубков мира. И вот хотелось бы на каких-то, хотя бы на одном старте, очень себя хорошо проявить, чтобы узнали меня во всем мире. Чтобы попасть на Кубок мира, необходимо пройти жесткий отбор. Соревнования, которые дают спортсменам путевку, стартуют в ноябре. Бороться предстоит с лучшими лыжниками страны. Кстати, Сашу уже сравнивают с Сергеем Устюговым, двукратным чемпионом мира. Впрочем, сам он так, конечно, не считает. Конечно, нет. Я очень слабый, но на фоне его я еще ребенок. Не люблю, когда вот так вот начинает завышать мои возможности. Что касается предстоящей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022-м, то Александр Терентьев не скрывает. Попасть бы хотел. Но до приглашения в мужскую сборную еще далеко. Однако о возможностях нашего лыжника сегодня не сомнимаются даже заслуженные тренеры страны. Российские СМИ его называют будущей суперзвездой. Мол, парень из Наринмара скоро затмит великих спортсменов. Именно из Наринмара, говорит Александр, в последнее время победы лыжника из Ненецкого округа приписывают Архангельской области. Недавно писали, что откуда я вообще родом, спрашивают, что я из Северодвинска вообще. Я им пишу, нет, я из Наринмара, родился в поселке и только там, нигде больше. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.